Смоленская АЭС В работе 32 энергоблока, в ремонте 5 энергоблоков, фактическая мощность на 6 утра 26 809 мегаватт, что составляет 2,6% по заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Три энергоблока работают, суммарная нагрузка 3156 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. За 22 дня ноября энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,5 миллиарда киловатт-часов, сферплана 63 миллиона. С начала года выработка составила 19,9 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 362 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ». Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В рамках дня охраны труда были выполнены обходы. Мероприятия по охране труда в целом выполняются, но выявляются факты недостатков, по которым организована работа. Отмечено было хорошее состояние охраны труда в подразделении цеха ТАИ, где проходил обход комиссии под председательством директора. Работа не останавливается. Благодарностью генерального директора концерна «Восэнергоатом» были награждены работники нашей станции за участие и вклад в развитие охраны труда на предприятии. Это Дудукалов Кирилл, цех хранения и обработки отработанного ядерного топлива, и Дубенко Николай, начальник смены реакторного цеха. Ребята были лидерами конкурса на лучшие знания и требования охраны труда на Смоленской атомной станции и приняли участие в корпоративном конкурсе на лучшие знания и требования охраны труда. Следующая тематика дня охраны труда запланирована на атомной станции. Это безопасность организации работ на высоте, выполнение требований нарядно-допускной системы и контроль обеспечения безопасности при выполнении работ на оборудовании. Хотелось обратить внимание на необходимость безусловного выполнения требований безопасности. В концерне разработаны, внедрены мероприятия по профилактике травматизма. Они должны быть безусловно выполнены и руководителям подразделений поручено взять под личный контроль выполнение требований данных мероприятий. Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации Смоленской АЭС состоялась 18 ноября. В ее работе приняли участие 55 делегатов, а также гости конференции. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, заместитель директора по управлению персоналом Анатолий Терлецкий, председатель первичной профсоюзной организации Кольской станции Дмитрий Позолотин. Как отметил председатель профсоюза Игорь Хомяков, в отчетный период с 2019 по 2021 год важнейшими задачами первичной профсоюзной организации оставались сохранение справедливой и достойной оплаты труда персонала, достигнутого уровня социальной защищенности, защита прав и интересов, обеспечение охраны труда и здоровья, спортивной и культурной массовой активности, работа с молодежью и ветеранами, выполнение обязательств отраслевого соглашения и коллективного договора. Решать сложные вопросы и находить компромиссы помогает правильно выстроенный диалог профсоюза и работодателя. Серьезные коррективы в деятельность внесла пандемия, поставив новые вызовы, связанные с нераспространением COVID-19. Для повышения доступности медицинской помощи работникам Смоленской АЭС и жителям Десногорска реализован трехсторонний договор, заключенный между Госкорпорацией Росатом, профсоюзом атомной станции и МСЧ-135, на поставку компьютерного томографа и другого важного медицинского оборудования. Кроме того, внесены дополнения в коллективный договор, в соответствии с которым для оперативного решения вопросов по нераспространению COVID-19 работодатель перечисляет средства для оплаты ПЦР-тестирования, исследования на антитела, покупку СИЗ. ППО САЭС оказывает всестороннюю помощь членам в вопросах оздоровления. В отчётный период из средств профбюджета были направлены путёвки на базу отдыха Сафонова, пансионаты Шексна и Литфонд. Совместно с администрацией Смоленской АЭС решена проблема оздоровительного отдыха детей. Делегаты конференции одобрили работу профсоюзной организации и вновь избрали председателем Игоря Хомякова. Его кандидатура будет представлена также в состав Центрального комитета Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. Определены профессиональные составы нового профкома и ревизионной комиссии. Хотелось бы поблагодарить профсоюзный комитет за плодотворную работу и, надеюсь, с вновь избранным комитетом мы найдём точки соприкосновения с работниками и направим нашу деятельность на увеличение численности. Наметилась в последнее время тенденция положительная с точки зрения вступления в профсоюз. Наиболее открыто сюда включилась молодёжь. Практически мы имеем стопроцентное вступление в профсоюз среди вновь принятой молодёжи. Несомненно, оно вселяет определённую уверенность. Есть уверенность и в праведности своих действий, уверенность в действиях профсоюзной организации. И мы надеемся, что все поставленные цели мы достигнем. Профсоюз на самом деле даёт многое. Во-первых, это здоровая ячейка нашего общества, самая активная ячейка нашего общества. Потому что я так считаю, что она движет. Это объединяет нас всех. Здесь мы решаем какие-то свои задачи. Что-то принимаем, что-то не принимаем. Но тем не менее мы движемся вперёд в этой сфере. Мы развиваем сами себя, развиваем культурные наследия. Много что нам помогает с помощью бери. Мы можем себя развить, развить свою молодёжь, которая к нам приходит на станцию. Показать ей, что это такое. С помощью нашего профсоюза. Я являюсь членом профсоюза с 2018 года. Как только устроилась на Смоленскую атомную, я сразу решила вступить. Профсоюз обычно ассоциируется с льготными путёвками, с материальной помощью, с культурно-массовыми мероприятиями. Но основная задача профсоюза – это представлять интересы членов организации и защищать их трудовые права. Как сказали на конференции, вступило в профсоюз 772 человека. И это говорит о том, что мы идём в правильном направлении. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rusenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова